Вот ваша еда. О, спасибо. Спасибо. О, чёрт. Что? Я просела без кинзы, но тут есть кинза. А, я ещё позову официантку, и она заберёт. Нет. Почему? Всё в порядке, всё, я в порядке. Что? Ты же ненавидишь кинзу, не парься. Ради всего святого, пожалуйста, прекрати. Да не парься ты так. А я буду, хорошо? Ты забёшь официантку, она подходит. Я говорю ей, что она напортачила с блюдом, и теперь ей неловко, и она ненавидит нас, понимаешь? Она возвращается на кухню и говорит повару Джимми, который испортил моё блюдо, чтобы тот приготовил всё по-новой. А он уже получил два страйка от своего менеджера, и теперь он умолен. Он возвращается домой к своей беременной жене и малышу Тиме. Так, и теперь должен сказать им, что у него больше нет работы. Он, кстати, уже два года не пьёт, но теперь уходит в запой. Как-то мрачноватенько. Через два месяца жена рожает второго ребёнка, но Джимми всё время пьян, и жена его бросает. Послушай... И теперь малыш Тиме растёт без отца. Он уже взрослый, и у него не осталось ничего, кроме обиды на своего отца. Но откуда у него эта обида Кендра? Потому что из-за кинзануты Кэрон в ресторане 20 лет назад был уволен его отец. Понимаешь? И теперь у него в жизни есть только одна цель. Найти кинзанутую Кэрон, то бишь меня, и убить. Ты закончила? Да, я закончила. Я съем это блюдо с кинзой, чтобы Тиме мог расти со своим отцом. Хорошо? Как вам блюдо на вкус? Потрясающе! Отлично! Тебе нужна помощь? Да, я знаю.